Исследование Гэллопа называлось «Счастье, надежда, экономический оптимизм». И экономического оптимизма у россиян поубавилось. Можно ли верить этому исследованию? Пока нет методики, не раскрыта методика подсчета. Говорить о каких-либо цифрах – это бесполезно. ЦИО посчитал, что 80% населения у нас, их официальные данные, и они измеряют это каждый год, и это количество достигло 80%. И что это 80%? 80% кому не хватает на еду и одежду. Какой ужас. Насчет банковской системы. Действительно, у нас ее сонировали, у нас ее зачистили очень активно, но это и сыграло очень плохую роль для нашей промышленности, к слову сказать. Почему? Потому что у компаний, не у всех, но у определенного круга, есть интересные перспективы, импутозамещающие инвестиционные проекты, на которые они не могут найти финансирование. Мы в советские годы и в трудные периоды жили намного хуже. И люди были счастливее. И сейчас, посмотрите, на Ближнем Востоке, как люди живут. Ну, я думаю, если их спросить, то в большей массе они, наверное, тоже счастливы. Вам сейчас скажут, что не надо смотреть, как было хуже, а надо стремиться туда, где лучше. Да, поэтому не все можно измерить в материальном плане.